Книжка очень особенная. Эта книжка, она не учебная, то есть есть какой-то учебный материал, где написаны задания, может быть, написаны какие-то отдельные системные параграфы, по которым мы учимся. Эта книжка особенная. Я вам расскажу, как мы будем ее учить. То есть это биография одной знаменитой Раббанит, которая когда-то, к сожалению, сейчас уже нет с нами, но когда она жила в Иерусалиме, она делала очень большой хэсет и собирала огромнейшие столы и шабатни по 100 человек, по 150 человек у нее было на трапезе. Она не только славилась своими большими шабатними трапезами, также она славилась тем, что она делала большой хэсет и была замечательной Раббанитой и была вообще выдающейся личностью и ролевой моделью для всех. О, вы знаете, я даже не нажала рекорд. Секунду. Рекорд. Да. Она была вообще выдающейся личностью и ролевой моделью для всех, такой легендой Иерусалима. Она когда-то приехала из Бруклина и начала здесь свою жизнь, как и все репатрианты. Вот. У нее было очень много детей и практически все люди, которые приезжали в Иерусалим, ее знали, каким-то образом соприкасались, проходили мимо ее дома или заходили к ней домой, или были у нее на уроках. В общем, была очень выдающаяся женщина. И как мы будем с вами учиться по этой книге? Тоже учеба у нас будет нестандартная. Значит, мы будем учиться, мы будем читать эту книгу вместе с вами. В книге есть очень много различных поучительных историй про Эмуну, про Битахон, про веру во Всевышнего. Очень много вдохновляющих историй. Почему я выбрала именно эту книгу? Потому что она супер вдохновляющая. Супер вдохновляющая на действия, на веру, на полагание на Всевышнего. Да, если у кого-то есть какие-то вопросы с этим, то, пожалуйста, эти уроки именно для вас. Значит, эта книга, она о различных историях в Иерусалиме, о историях о Всевышнем, о миссеруднефеш, о самопожертвовании, то, что делала Ханим Ахлис ради всего еврейского народа, ради Израиля, ради Всевышнего. И на ее примере, на примере этих историй, мы будем с вами укреплять нашу Эмуну, Битахон и вдохновляться, чтобы делать какие-то действия для нашей Авадат Ашем, для того, чтобы служить Всевышнему. И эта история, она не история, а книга. В этой книге очень много различных историй и очевидцев, которые рассказывали про нее, какой она была, как она взаимодействовала с различными людьми. А также там будет очень интересная Двар Тора, она также преподавала. И практически в каждой главе будет какая-то такая поучительная Двар Тора, может быть, даже мы будем брать оттуда какие-то практические занятия. Также я хотела вам сказать, что этот урок мы посвящаем поднятию души Раббанит Ханим Ахлис, Безрат Ашем, и поднятию души людей, которые погибли на Мироне, 45 человек, чтобы души возвысились, и заслуги от изучения этой книги, и от того, что мы читаем эту книгу вместе с вами, чтобы они пошли на поднятие души этих людей. Безрат Ашем. Хорошо, давайте мы с вами начнем. Мы начнем с вами. Мы начнем с ведения, с самого начала. Я бы хотела, наверное, я бы хотела, наверное, идти вот просто слово в слово, и да, чтобы не пропускать ничего, потому что книга настолько крутая, настолько там вообще каждая история, и каждый момент, который запечатлен в этой книге, он рассказывает о том, какого масштаба был этот человек, и какого масштаба была эта женщина, и вообще, все, короче, очень круто. Мне очень нравится эта книга. Поехали. Значит, Хэнни, она была девочкой из Бруклина, обычная девочка, которая приехала в Израиль, и, значит, Цара Йехевет Ридлер в ее работе, вот в этой книге, которая называется «Муна с любовью» и «Куриный суп», да, «Куриный суп», потому что у нее, ее было фирменное блюдо на шаббатах, мы видим, как из типичной американской еврейской девочкой, которая трансформировала себя в легенду Иерусалима, да, то есть «a holy woman who many believe was the sorry main of our time». Да, я иногда буду читать по-английски, потому что я смотрю в текст, и у меня немножечко, чтобы было точнее то, что там написано в тексте, потому что это очень, считаю, интересно, и это лучше читать с текста. Вот, значит, «holy woman», да, то есть это была цедика, которая многие думали, что вообще она, Сара и Мейну, их времени, да, как шатер Авраама, который принимал всех гостей, то же самое они делали со своей семьей. Сара и Мейну, Авраама и Вину, это были, это был ее муж, и она вместе. Если бы вы провели время в Иерусалиме, вы, возможно, слышали, да, о том, что Махлис и Хенни Махлис, Махлис – это была ее фамилия. В русскоязычном мире, к сожалению, об этом знают мало, в американоязычном намного, в англоязычном намного больше, да. Они хостили по 100, 150 и иногда больше людей в Иерусалиме в комнате, даже не в комнате, да, то есть у них была квартира, но она была абсолютно обычных размеров, то есть там не было какого-то дворца, огромнейших там, я не знаю, аудиторий и так далее, там была абсолютно среднестатистическая комната, и для всех это было огромным вопросом вообще, как эта комната может вмещать такое количество людей. Я была в этой комнате, мы с Ханной Кейвой как-то ходили на шаббат, уже после того, как не стала Рабанита Махлис, принимают ее дети, ее муж, ну, реально, реально, нереально. Комната обычного размера, 100 человек, 150 человек, абсолютно разные люди, собираются каким-то образом, вмещаются и чудесно проводят вместе время. Они взаимодействуют, празднуют шаббат, короче, очень классно. Если вы будете в Иерусалиме, пожалуйста, пишите мне, я вам расскажу, как до туда дойти, и это невероятный, как это сказать, experience, невероятное переживание, ощущение вообще быть там и испытывать вообще вот, видеть вообще это явление, да, потому что такого не каждый день встретишь. Окей, как Хэнни... Окей, все, поехали дальше. People in the Shaman says living room, how Hennie would prepare for every Shabbat. Значит, Хэнни каждый шаббат, она готовила 40 куриц, 3 различных кугеля, различные салаты, очень много еды у нее было, в общем, gefilte fish, soup, чолн, и все это было рассчитано и на вегетарианцев, и на обычных людей. То есть она и для тех, и для тех делала так, чтобы всем было круто, всем было хорошо. Значит, наша Сара Йохэва Тридлер, которая написала эту книгу, она, друг Хэнни, discovered as she interviewed Hennie's 14 children, да, то есть она проводила интервью с 14 детьми, Хэнни Махлис, то есть помимо того, что эта женщина принимала огромное количество людей на шаббат, у нее было еще 14, мляйнара, борухаше, человек детей, также у нее были различные родственники, студенты, друзья. The Shabbas hospitality was just one glowing face, да, то есть то, что она принимала на шаббат, это была только одна часть ее жизни, было еще очень много различных частей, которые мы с вами узнаем, и просто будем все приятно удивлены, да, то есть она также была мастером молитвы, да, то есть то, как Хэнни Махлис молилась, какие у нее были хитбадетуты, как она взаимодействовала со Всевышним, мы тоже будем с вами из этой книги учить, как это нужно делать, и как вообще это правильно делать. Как она делала хэссен, как она воспитывала детей, как она учила Тору и преподавала Тору, как она работала над своим медот, да, как она работала над своим характером, и какую шатханит она была, кстати, создала очень много, слава богу, еврейских семей. То есть ее жизнь была наполнена эмуной, бетахоном, митсами, и это было не просто вот где-то Хэнни Махлис, а где-то митсу, это просто было все вместе, все вместе, и она этим жила, то есть иногда, скажу на собственном примере, иногда бывает такое, что эмуна, она существует где-то там, а ты где-то там. Полагание на Всевышнего, оно как бы есть, да, ты головой понимаешь, что Всевышний вот он здесь, вообще он хозяин всего того, что происходит, но оно не соединяется. У Хэнни всегда это было, всегда Всевышний был на первом месте, всегда митсу были на первом месте, всегда душа, святость была на первом месте, и для нее это был образ жизни, реальные примеры, чудеса, которые с ней происходили, это что-то невероятное, все это есть в этой книге. Из Раташем мы до этого дойдем. Значит, ее эмуна был свет, который освещал всех с помощью ее эмуны, и она жила, каждый говорил, что она жила на планете эмуны, окей? Планета эмуна у нее была, да, a place where miracles, там, где постоянно происходили какие-то чудеса, потому что она знала, реально знала, что только Ашем, только Всевышний в контроле всего, что происходит, и он может сделать все, что угодно. Она знала не только это головой, она знала это сердцем и душой, и она это понимала, как это сказать, она даже это не понимала, она просто этим жила, она просто этим жила, и чувствовала, и Всевышний реально для нее делал чудеса. И то, что он может сделать все, и он реально это делал для нее. да, допустим like a steaming bowl of chicken soup this book will satisfy you, comfort and heal you да, то есть эта книга так же как так же как как это перевести на русский так же как куриный суп, да, который лечит который согревает вас, так же эта книжка вас согреет и heal, вылечит какие-то части вашей души то, как делала это Рэббетсен Хэнни Махлис когда к ней обращались люди когда они с ней взаимодействовали и так как она их трансформировала и вдохновляла и без рата, с чем я очень-очень надеюсь что у нас получится это сделать на этих уроках окей, поехали дальше значит, мы начинаем первую главу и здесь будет немножечко рассказ о том, как создавалась эта книга что происходило начнем значит, у Махлисов был свой собственный лексикон у семьи Махлис и когда Сара Риглер она писала о них статью I learned years ago when writing an article about them the S word that refers to Jews то есть S word S это такая английская S когда она писала о них статью и она спросила у раба Махлиса а как мне называть евреев которые не соблюдают secular Jews то есть светские евреи он сказал что ты такое говоришь называй их просто евреями окей, потому что все евреи святые невзависимо они соблюдают митсуд они не соблюдают митсуд просто называй их евреями и когда я спросила Рава Махлиса как в этой книге я должна относиться I should refer to those к тем евреям которые не соблюдают шаббат как я должна их называть он просто сказал называй их евреями просто такие же как и мы евреи в отдельных частях я нашла I was finding it hard not to use the S word то есть для нее это было сложно не использовать вот это вот светские определения светских евреев и она сказала об этом Раву Махлису и он сказал многие люди who come here who are not so openly connected to certain kind of positive values окей мы переведем это так он сказал называть этих людей люди которые не открыто ассоциируют и соединяют себя с определенными видами позитивных ценностей то есть он никак не мог сказать светские евреи то есть он никак не мог разделить между светскими соблюдающими евреями в одной истории I refer to a Jew who attacked our property as a right-wing zealot то есть в одной истории был еврей который атаковал арабские какое-то поселение потому что он был из правого крыла сионист и Рав Махлис он сказал что этот еврей он не right-wing zealot то есть она не должна его называть атакующим или еще что-то а называя его просто с сильными сильной позицией еврейских прав то есть каждый еврей то есть вот этот еврей конкретно с сильными позициями еврейских прав в другое время Рав Махлис который рассказывал историю о мужчине который принес в дом Махлисов заходили разные люди вы можете себе представить что они не просто хостили 150 человек к ним приходили все то есть они не выбирали здравствуйте как вас зовут чем вы занимаетесь нет к ним приходили все кто только мог все бездомные люди все люди которые я не знаю было какое-то у них интересное прошлое они все к ним приходили потому что их дом был полностью открыт как шатер Аврама да и однажды к ним пришел мужчина с собакой на их шабатнюю трапезу и когда они попросили собаку вывести снаружи наружу то этот мужчина сказал что вообще-то вы здесь меня обманываете вы все вруны потому что вы сказали что на трапезу могут заходить все и я прокомментировала это не я а Сара Йохевет Риглер сказала что он вообще сумасшедший был и Раби Махлис ее скорректировал и сказал нет ему просто было тяжело и сложно и в последней главе когда была история про Мардыхая пьяницу она не могла его просто называть Мардыхаем потому что имя Раба Махлиса был также Мардыхай и Раб Махлис объектил to the moniker the drunker he insists on calling him он сказал что не нужно его просто называть пьяница называй его случайный пьяница то есть не специальный пьяница потому что я видел его очень много раз в течение года я видел его трезвым то есть он не специально так делает он иногда бывает трезвым да и к чему я это все говорю я говорю к тому что они никогда не использовали какие-то негативные термины для обозначения вообще чего-либо негативные термины были запрещены в доме если кто-то вел себя как-то неправильно или некорректно или неаккуратно они не называли его сумасшедшим или еще как-то да то есть они человеку сложно человеку тяжело поэтому поэтому как бы он так себя ведет беседер поехали дальше значит у махлисов здесь перечисляются имена детей я не знаю сказать вам не сказать окей я скажу вам значит некоторые имена в истории они заменены если есть какая-то негативная коннотация да то есть все истории которые я буду рассказывать они реальные настоящие истории но некоторые истории они имена заменяются окей значит у них было слава богу много детей их имена Йохевы Талишева Рахел Ле Моше Йошу Тамара Вигаэль Яэль Сара Батшева Ле Яху Давид и Эфрат слава богу да она здесь перечисляет детей сейчас эти дети между прочим они сами принимают гостей да то есть продолжают то дело которое начала мама с папой и они сейчас с папой слава богу Раф Мардыха еще жив и они принимают гостей вместе вот замечательные дети многие из них уже женаты замужем многих у них уже свои дети хорошо поехали дальше значит когда люди слышали о том что Сара хочет написать книгу о Рэббеттинхенне Маклис они спрашивали а ты ее знаешь и она реально задавалась вопросом вообще знает ли она ее или нет она первый раз ее встретила в 2002 году когда Раф Нехемия Копперсмит он работал в age.com есть такая большая организация керувная и распространяющая еврейское знание находятся они базируются в Иерусалиме в старом городе он отправил ее делать интервью с Рэбеттин Маклис и когда она покидала ее дом после интервью она была настолько вдохновлена воодушевлена она ему позвонила и сказала что у меня есть столько материала реальных крутых историй и очень большой мудрости реально на две статьи очень много всего и конечно она слышала в течение многих лет о легендарной Маклис о ее шаббатах но только но только потом она слышала о ней но она не была и потом она пришла к ней на шаббат и как бы они испытали это сами на себе она пишет что она была в шоке от количества гостей и от того какие они были разные сотни людей различные абсолютно от Ешива Бахур до туристов были туристы из Китая туристы из Японии просто огромнейшее количество различных гостей огромнейшее количество еды но больше всего она была впечатлена когда в течение главного курса зашел мужчина который был пьяным и он начал кричать на Рава Махлиса и Рав Махлис абсолютно без каких-либо знаков он говорил в это время два артура и абсолютно без каких-либо знаков он начал продолжать два артура и в то время кухни и началась эти мужчины очень так вежливо спокойно и после нескольких минут он ушел и она рассказывает о том что таких историй в доме Хенни Махлис было очень много я помню одну историю мы тоже до нее дойдем когда когда-то пять утра к Хенни Махлис тоже пришел один это мне рассказывала моя рабонит Ханна Лернер потому что они живут по соседству и пришел один мужчина который сказал что Хенни ты как бы меня обещала научить как готовить пиццу в пять утра он пришел как готовить пиццу из какой-то там особой муки и она сказала да действительно я обещала она встала и начала ему показывать как готовить эту пиццу было было очень все просто и очень как бы любовь и хэсет и то как они относились к каждому человеку это было что-то что-то невероятное и потрясающее очень вдохновляющее окей дальше после этого она увидела она видела часто Хенни и они вместе посещали уроки мусара да работой на чертами характера Лейб Келлиман и Хенни постоянно с ней ходились ее две-три дочки often attend Rabbits and Sephora Hellers weekly class in my home да и также они посещали уроки Rabbits and Sephora Hellers по книге которой Ханна Кейла преподает тоже уроки и она начала ходить она начала ходить к Раби Махлису у него был миньян возле котля она начала туда ходить и самое такое суперское что у нее происходило на неделе когда она слышала как Раби Махлис читает Тору да и как он ее читает то есть она читал она пишет что with love to every word да то есть каждое каждое слово было наполнено любовью когда он читал Тору и Хенни да Хенни также приходила с ее дочерьми ее улыбкой и добрым теплым приветствием да то есть она заряла вообще все что происходило вокруг Хенни считала ее другом она приглашала ее на свадьбы друзей ой на свадьбы детей и просила у них был фонд Хенни Махлис до сих пор существует это называется Шаббат Project по-моему и да и они собирают деньги для увеличения количества гостей вообще для того чтобы спонсировать шаббат трапезы да и делать хэсет вот поэтому она помогала ей в этом но реально знала ли она Хенни Махлис не до того момента когда она начала делать исследования для своей книги она даже вообще не понимала кто такая Хенни Махлис то есть она с ней виделась она с ней общалась но только когда она начала делать исследования общаться с людьми с которыми она взаимодействовала тогда она поняла реально кто такая Хенни Махлис она была огромнейшим примером Хесси да и она абсолютно посвятила себя торе молитве работе над методой что мы уже повторяли воспитание детей безусловно любви и эмуна да исследуя жизнь Хенни Махлис это абсолютно какой-то такой как это сказать кладезь бриллиантов да вообще все что нам в нашей жизни все что нам очень необходимо для того чтобы прожить милингфул да такую жизнь со значением все это было у Хенни Махлис мы без рата шем этому научимся да и чем глубже она заходила в исследование да жизни Хенни Махлис тем больше для нее это было источником вдохновения самая сложная часть написания этой книги было не не то что она ездила по всей Америке собирала интервью общалась со всеми да чтобы собрать истории про нее самая сложная часть была ощущение а самая сложная часть была ощущение в ее собственной жизни чтобы стать как Хенни Махлис да чтобы стать как Хенни Махлис и она постоянно, и не только она, но и многие люди, которые знали Хэнни Махлис, они задавали вопрос, а что бы сделала Хэнни Махлис сейчас на моем месте? Что бы она сделала? Вот, допустим, я не знаю, там, пришел ко мне кто-то, позвонил ко мне пять минут назад и сказал мне, знаете, мне некуда идти на шаббат, чтобы я... Можно я к вам приду? Пять минут до шаббата. Что бы сделала Хэнни Махлис? Конечно бы она сказала, ну, конечно, приходи. Да, то есть и каждый раз как бы это такая... такая мера, по которой ты себя проверяешь, насколько ты находишься на уровне Хэнни, служения Всевышнему и так далее, что бы сделала Хэнни Махлис на моем месте? Я тоже так иногда делаю. Да. Окей, вы потом узнаете, почему такой вопрос постоянно звучал у всех. Хэнни, конечно, would not want any of us to become like her. Она, конечно, не хотела, чтобы каждый становился как Хэнни Махлис, она хотела, чтобы мы раскрыли в себе себя. И... I wrote together with Rabbits and Heller. Она написала вместе с Rabbits and Heller книгу про Ецарара, по которой вы, кстати, занимаетесь Ханой Кейлой, да, как побороть Ецарара и как его побороть. А эта книга, да, то есть в противоположность той книги, по которой вы занимаетесь с Ханой, это книга про Ецартов. Как усилить свой Ецартов, как усилить свое хорошее начало и как это сделать тем, что вы вдохновитесь примером Хэнни Махлис и ее учением. И... Как бы она хотела, Хэнни Махлис, чтобы каждый из нас усиливал наш Ецартов, наше хорошее начало, которое будет нас вдохновлять на добрые, Генеут Хасадим, хорошие дела, да. И друг недавно... Так, что здесь написано? A friend recently wished me that this book should be a success, да. Недавно ее друг сказал, чтобы эта книга была успехом. Она рассказывает историю о том, что утром она пошла на Коттеле, она увидела слепую женщину из Эфиопии, которая возвращалась обратно со стены, она шла со своими двумя дочерми, и когда она прошла возле нее, Сара встала и дала ей благословение, да, чтобы у нее была полная рифуа шлема, чтобы ее две дочери нашли зевук, чтобы у них было здоровье про носа, успех и так далее, чтобы они вышли замуж в этом году. И вот эта вот женщина, она очень была тронута, и она сказала спасибо и заулыбалась, да, то есть для нее это был очень такой трогательный момент. И как только она ее... Как только она от нее ушла, она поняла, что это было бы то, что сделала бы Хэнни, да, то есть это было бы то, что она сделала, она бы просто каждый раз, когда с ней кто-то встречался, каждый раз, когда с ней кто-то взаимодействовал, она говорила кадош, да, она говорила святые слова, она говорила брохи всем, она не говорила стам что-то, то есть она постоянно вдохновляла всех, да, и Сара сказала сама себе, что супер, хотя бы для одного человека эта книга стала успехом, хотя бы для одного еврея эта книга стала успехом, и так бы поступила бы Хэнни Махлис. И когда-то Хенни Махлис, мы тоже с вами закончим сейчас на этом, когда-то Хенни Махлис была в Нью-Йорке на одной из своих процедур по ее лечению, и ее спросили, вот если бы был какой-то благотворитель, который бы сделал бы любое, любое твое желание, она засмеялась, прямо сказала, правда, любое, они говорят, да, прям любое. Она говорит, я бы хотела, чтобы я написала книгу, вот, к сожалению, ей не удалось написать книгу, но рабонит Сара Риглер говорит, что эта книга, надеюсь, что эта книга именно та книга, которую хотела написать рабонит Хенни Махлис, вот, поэтому без рата Шем, я очень рада вас здесь видеть, и я очень рада, что мы начали с вами изучение этой прекрасной книги, и да, на этом мы сегодня закончим, спасибо большое, что вы были в эфире, я очень надеюсь, что в Фейсбуке все в порядке, и что оно все записалось и транслировалось, и да, и я бы хотела вам еще сказать такое небольшое объявление, пользуясь случаем присутствия на Фейсбуке, мы также занимаемся, у нас есть женская группа, где мы учим женский митсвот, женские аспекты, аспекты еврейской женщины, да, как сделать, наполнить нашу жизнь духовностью с точки зрения Торы, как сделать все, наполнить святостью, и если вы хотите, да, присоединиться к наполнению своей жизни, там, милинг, да, значением Торы, иудаизмом по-женски, пожалуйста, напишите мне в Фейсбуке, и я вас добавлю в группу, мы занимаемся также по вторникам три, все, спасибо большое, всем пока-пока, и да, вау, ура, мы это сделали, хорошо, я заканчиваю эфир, до свидания.